Светлана Вижновец за всю свою жизнь посвятила музыке. За годы вокальной практики наград завоевано немало, а потому свои умения решила передавать подрастающему поколению. Так появился коллектив «Наследие». За плечами ансамбля, дипломы республиканских и международных конкурсов и фестивалей. После успешного выступления на Большом открытом чемпионате искусств в Минске коллектив пригласили на дни Ленинградской области, которые проходили в городе Сосновый Бор. Очень тепло нас принимали. Честно скажу, вот все лето мы пели айс на крыше, на многих мероприятиях. Но я вышла, я когда увидела эти глаза, вот эту вот поддержку публики, как они хлопали, подняли руки вверх, подпевали, подтанцовывали, аплодировали во время вот самого номера. По мне просто мурашки от эмоций, которые меня переполняли, побежали и ребята тоже отреагировали, естественно, вот на такой теплый прием публики. Ну, это было здорово, это было на самом деле незабываемо. Люди, прошу я, потише, потише, войны пусть идут во мне. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Единственный белорусский коллектив на большой сцене представил песню «Айс на крыше» в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области. Ответственность на плечах юных исполнителей лежала серьезная, но ребята справились. Мне очень понравилось выступление, потому что это много эмоций, большой опыт, потому что мы в первый раз выступали на такой большой сцене в другой стране. Я тоже волновалась, но не так сильно. Это было так захватывающе, интересно, что вот выступать на такой большой сцене, да еще с известными артистами. Ребята понимают, их успех – результат совместной работы с преподавателем. Хочется поблагодарить своего педагога Светлану Валерьевну, ведь все успехи и достижения – это ее труд. Благодаря ей мы уже выступаем не только в Беларуси, но и за ее пределами. Это колоссальный опыт и незабываемое ощущение праздника. Коллектив вернулся домой, но вовсе не отдыхает. Впереди трудовые будни и новые победы. Телерадиокомпания «Брест».